Дорогие ташкентцы, всегда приятно видеть родственников, близких, всегда приятно видеть друзей, педагогов, но очень грустно видеть вас на Ишово, на поминках, на похоронах. Очень хочется видеть вас на свадьбах, на Бритмила, на Бармитсвах, улыбающихся. Вы знаете, наше старшее поколение, я беру не поколение моего отца, поколение моего деда. И смотря на динамику, которая сейчас развивается в нашей бухарской общине, мне и грустно, и очень радостно, что у нас есть такой великолепный обряд и обычай Ишово. Недавно один мой родственник говорит, ничего не нужно делать, не надо столы накрывать, не нужно кормить людей, утром придите, дайте там печенье с компотом, помолимся и вот так надо. Вы знаете, я очень страшно боюсь, чтобы мы потеряли свои бухарские традиции. Наши бухарские традиции, они особые. Вот у нас были хлакальщицы, женщины ушли из жизни. Поэтессы, люди, которые в себе одержали великолепный фольклор, тысячами стихов. Они разговаривали стихами, думали стихами, засыпались стихами, придумывали стихи. И когда уходят педагоги наши, мне тоже обидно, сколько эти люди не оставили еще после себя знаний, опыта, которые сейчас необходимы нашему народу. Ну вот дядь Довид и Йосик и папа. Да. Иняминь. Это наше старшее поколение. И я думаю, что эти люди умели прощать. Прощать очень тяжело. Человека простить очень тяжело. Особенно евреям. Мы когда засыпали во дворе, через обор же слышно, что там бухарские говорят. 41-й год, 38-й год, 36-й год. Стали давности. Кто-то кого-то обил. Чуванки в дымовой микшон. Уже по 90-та лет старикам все равно помнят. Малый исполком по меру. Микушка мой. Туда пойдешь уже 90-та лет. Прощать очень сложно. Но наше старшее поколение еще умело прощать. Наше поколение тоже может немножко. А вот новое поколение, двухтысячных, к сожалению, прощать не научились. Почему? Педагогов нету. Вчера умер один мой знакомый. И, вы знаете, такого человека я никогда больше в жизни не встречу. Этот человек никогда никому не обижал. Кто бы ему что не говорил, как бы его не оскорбляли. Или что-то не вернулся и говорил. Аминь башня такая. Поворачивался и уходил. Никогда никому этот человек не говорил в ответ. В ответ не говорил. Все прощал. Я написал вчера стихи. Вот в честь этого человека. Я думаю, что в этих стихах, наверное, вот есть вот эта школа прощения. Если вы решите, я вам почитаю. Я прощаю людей, кто ворует, обдумав. Я прощаю всех тех, чей девиз – это зло. Я прощаю всех тех, кто убийство задумал, кто еще не убил, но убьет все равно. Я прощаю тебя, лицемер и обманщик, полудруг, полувраг, полубрат и сестра. Я прощаю тебя, сплетник, ябеда, склочник, за вранье, за ехидство, за злобу и страх. За измену прощаю я женщин упавших и мужчин, что семью отпустили в запас. Я прощаю детей, маму с папой предавших и предавших детей. Я прощаю сейчас. Я прощаю надменных, невежд горделивых, должника, что как змей укусил и плетит. Я прощаю беспечных, людей безразличных, бесталантливых и карьеристов пустых. Я прощаю родных, что своих истребляют. Я прощаю друзей, тех, кто предал меня. Я прощаю чужих, что родными не станут, никогда обо мне ничего не узнав. Я прощаю всех тех, кто людей ненавидит. Ненавидит и все, ты чужой или родня. Кто всевышнего именем, мягко укрывшись, разбивает и властвует, души отняв. Я прощаю людское, земное прощаю. Не судья я другим, я судья над собой. Я прощаю все плотское, низость прощаю. Все, что правдой зовется, зовется судьбой. Я прощаю людей, всех от края до края. Почему? Я на этот вопрос дам ответ. Я простил потому, что я просто прощаю. Я простил. Вот вопрос. Бог простит или нет.